Работы Марины Нистеровой – это совершенная техника и сложнейшая, тончайшая работа. В Союзе художников Украины официально признали, что талантливая дончанка – единственная художница в нашей стране, которая владеет таким количеством техник. Уже сегодня Марина имеет пять авторских прав, создает новые творческие работы и пишет учебные материалы для любителей искусства. Она занимается вышивкой икон и гобеленов, создает картины на перье и полотна из перьев, занимается флористикой и керамикой, росписью по шелку. Всегда придумывают что-то новое, а более всего Марину привлекает сложная и тонкая работа. Необычные картины из перьев, которых вместо красок перышки птиц вначале кажутся просто нарисованными на холсте. Но присмотревшись поближе, можно увидеть, что это своеобразная аппликация, где каждое перо подобрано по свету и размеру. Все перья, которые используются в работе, исключительно натурального цвета и собираются долгое время. Кстати, Марина не прибегает к помощи красителей. А уникальные вышитые картины рукодельницы с удовольствием включили в свою коллекцию Виктор Янукович с супругой, президент России Дмитрий Медведев, звезды шоу-бизнеса и кино. Это не гладь, это не крестик, это как в Союзе художников пытались определить, вот это вот мое направление. То есть это что-то ближе к пуантализму. То есть вот как писал Мане, как писал Ван Гог, вот они точечками, да. А я вот так вот попробовала, то есть тут идет покрывание несколько слоев нитками шелка. То есть в зависимости от того, какой я хочу добиться эффекта. Получается, картина трехмерная, она с разных сторон смотрится по-разному. Вот допустим, вот эта вот девочка, вот она с той и с этой стороны, она смотрит по-разному. Она меняет взгляд. Как это получается, я не знаю. Одна из самых известных вышитых Мариной картин с изображением кота приводит в восторг каждого, кто ее видит. Ведь на первый взгляд кажется, что при ее создании использовалась кошачья шерсть. А на самом деле в процессе работы каждая ниточка раскручивалась, разделялась и тонкими, как волосинка, фрагментами вышивались кончики шерсти, создавая эффект пушистости и натуральности. Слава донецкой мастерицы дошла и до примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая приобрела для своей коллекции у Марины живопись на перее. На перее нанесен рисунок особыми красками, особым методом. То есть это моя авторская техника, у меня на нее оформлены авторские права. Создает рукодельница и удивительных кукол из полимерного пластика. Кажется, что их лица живые и настоящие. Такой эффект достигается путем кропотливой работы, когда каждая деталь лепится под увеличительным стеклом. А для шикарных причесок используются только натуральные волосы. Да и ткани для одежды своих Барби Марина часто приобретает за границей. В результате получается настоящий шедевр. Сегодня у художницы новое увлечение – вышивка на яичной скорлупе. Это, значит, не делают не то, что в Киеве, этого еще не делают по Украине. Но это не мое ноу-хау. Это еще в 18 веке делали во Франции. То есть, конечно, в Европе сейчас тоже пошел на это бум. У них же вообще все, что связано с Пасхой. То есть у них эти яйца подвесные, мы уже купили специальную. Это уже будут выставочные яйца. Сейчас вам еще такие покажу. То есть, с чего это начинается? Сначала, понюхте яички, все ароматизированные. То есть вот именно, чтобы, вот даже вот запах Пасхи. Класс, очень приятно. Это вышивка лендой. Каждый второй спрашивает, это наклеено? То есть нет. Вот видны дырочки. То есть сначала идет, сначала я освоила резьбу по яйцу. То есть купила бормашину, сверла. Вообще проект дорогостоящий. То есть пока это вот оправдаются эти яйца, это их нужно как минимум два лотка сделать. То есть это натуральное яйцо, да? Да. Вот сам процесс, все из него убирается, да? Конечно, да. Добавляются какие-то ароматизаторы, вот за счет чего Пасхи? Ароматизатор, ванилька, да. Да, вот ароматизирую ванилькой. И потом выделать всех версий, да? А потом уже идет вышивка. Специально приобретенные тубусы, даже пуговки и травка, абсолютно все ручной работы. Поражают своей необычностью изделия из папье-маше. Куклы, игольницы, небольшие интерьерные штучки, все очень оригинальное и неповторимое. Младший сын Марины Иван в свои семь лет уже вышел четыре картины, две из которых приобретены для частных коллекций. Сначала мы на них нарисовали кошку. Потом я ее вышел, а потом мы бантик приделали и разрисовали травку. Мама мне немножко помогла немножко вот здесь вот вышить и здесь. Работы рукодельницы очень популярны. Их берут на подарки не только для известных украинцев, но и для иностранных министров и послов. Ведь каждая новая созданная ею техника – это поистине произведение искусства.